Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. И ещё один гость, связанный с миром культуры, миром театра и кино. Артист Русского театра Эстонии Александр Ивашкевич с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Я думаю, что нашим слушателям Александр прекрасно знаком, конечно, те, кто посещали театр имени Чехова, постановка «Моя прекрасная леди», постановки Алла Сигаловой «Доктор Хиггинс» и ряд других всевозможных проектов, в том числе и фильмы, Иван Грозный, сериал «Ярослав тысячу лет назад» и многие другие картины. Вот насколько, Александр, насколько для вас, например, жизнь артиста связана с тем, чтобы кочевать, ездить? Я понимаю, что часто приходится и отправляться в дальние поездки, мотаться специально в другие города для того, чтобы принимать участие в проектах других театров. Я имею в виду театра имени Чехова. Насколько вот эта кочевая жизнь артиста мешает, помогает, вдохновляет? Или это часть жизни и работы? Да, спасибо. Я понял вопрос. Вообще, артист сама по себе профессия, она, конечно, подразумевает постоянные поездки, съемки, репетиции в тех или иных городах, в районах, когда ты готов выйти на сцену, а тебе надо быть в каком-то другом районе города, потому что у тебя там репетиция. Это не общественная работа, где ты сидишь у своего компьютера или просто какое-то твое рабочее место. И раньше, конечно, приходилось кататься очень много. Просто... Да вот далеко ходить не надо. Когда мы начали репетировать спектакль «Моя прекрасная леди», первый репетиционный день был у меня таков. Я сыграл премьеру в Таллине, в 5 утра сел в самолет, улетел в Ригу и участвовал в репетиции. После этого я уехал опять в аэропорт и улетел, чтобы сыграть спектакль, который у меня стоял, второй спектакль премьерный в Таллине. Получается, что я практически летал. Ну, вот за одну неделю я летал, по-моему, 8 раз. — Ничего себе! — Мне приходилось отыграть спектакль, там несколько часов сна и улетать опять в Ригу, чтобы репетировать. Ну, вот такой живой пример. — Ну и сейчас, да, вот творческий вечер 29-го числа тоже в Риге состоится, так что всех приглашаем. Ну, а хотелось узнать, вот вы упомянули о том, что в Эстонии, как раз-таки в Таллине, тоже постановка «Моя прекрасная леди». Вот чем ваши хиггинсы отличались? Я знаю, что действительно там была немножечко разная трактовка и понятно, что, конечно, разные партнеры. Вот вроде бы постановка одна и та же, но в Риге и в Таллине они немножко отличаются. — Конечно, конечно. Вы знаете, ведь спектакль отличается, в принципе, даже настроением пришедших актеров, потому что известна тема, что никогда спектакль не повторяется один в один, всегда что-то происходит по-другому. Трактовка изменилась, потому что меняются партнеры. И плюс первый спектакль, который был создан в Риге, он только рождался там, вот, и со временем появились какие-то новые темы, новые возможности, новые какие-то открылись характеры, нюансы характеров персонажей. Вот, и, конечно, немножко изменилось. Но, в принципе, суть одна, как мне передали некоторые журналисты, охарактеризовали в целом постановку «Моя прекрасная леди» как музыкальный спектакль, вернее, американский мюзикл с русской душой. Для меня это очень приятно, потому что одно дело петь, ну, мы же артисты, драматические актеры, прям как актеры, да, и мюзикл, наверное, для нас слово такое не совсем справедливое по отношению к этому спектаклю, потому что мы затеяли историю, ну, может быть, это и сказка, такая, о любви, о настоящих чувствах и переживаниях. И когда, я знаю, мои ездили знакомые смотреть и в Риге, и здесь некоторые рассказывали о том, что зритель на некоторых сценах, представьте себе, в мюзикле, если бы так назвать, в музыкальном спектакле, некоторые люди плакали. Ну, вы знаете, такие слезы, слезы, добрые слезы, когда смотришь на этих двух любящих друг друга людей, бьющихся, как в калетке, да, и обидно, ну, что же вы такие глупые, так господи, что же вы, вот, и мне кажется, это самое лучшее, что может вызывать спектакль у зрителя. Добрые слезы, какие-то нежные чувства, вот, и что в том спектакле в Риге, что у нас это есть, и я, как бы, вот за это рад. Не страшно ли каждый раз браться за новую роль, потому что я, ну, просто ставя, пытаясь поставить вот на ваше место, представляю себе, вот, какой ужас ты испытываешь, когда до тебя, вот, например, эту роль исполнял, ну, какой-то, ну, вот, великий актер, учитывая, там, не знаю, ну, как с князем Мышкиным вы играли, а ведь это, там, и сколько... Да, Мактуновский, Мактуновский, да, и Чацкова, и Дон Жуан, ну, просто вот до... Каждая роль до вас, это, значит, огромнейшее количество каких-то величайших актеров, и нет ли какого-то такого страха, пиетета? Вы знаете, поначалу, поначалу, вот, допустим, тот же князь Мышкин, у нас совершенно был другой князь Мышкин, и я, ну, я нервничал, я переживал, но когда нас пригласили с этим спектаклем в Питер, и мы играли его на сцене Балтийского дома, а там зал на 900 мест, у нас 600, но у нас довольно уютная сцена, и все-таки этот спектакль с тонкой психологической такой, знаете, выстоянной психологией, прошу прощения за тавтолопчик, вот, да, и на большой сцене, конечно, надо и по-другому работать, и когда я поехал в Питер, вот тут у меня запислось все, потому что пришли люди, которые видели Смактуновского, вот, и там я, конечно, сдрифил, это было, но подошла ко мне одна критик, которая после спектакля, после обсуждения, она подошла и сказала, вы знаете, я смотрел Смактуновского, да, он меня потряс, а вот после вашего спектакля вы меня заставили думать о жизни всю ночь, я не могла уснуть, да, и я думаю, что дело не в том, что играют великие, великие там переиграли всего Шекспира, просто у каждого времени свои, ну, свои тревоги и мысли, и если бояться, я играю, у нас там «Утиная охота», это «Даль», я играю «Пять вечеров», а это «Любышин», да. Каждый раз я буду мучиться от того, что великие, да, я должен учиться у них, я как актер должен не переплюнуть, это довольно глупое занятие, сыграть лучше, я должен рассказать то, что болит у меня и у моих партнеров, и когда мы находим правильную интонацию, мы должны попасть во время, которое нас сейчас смотрит, и тот же Товтоногов сказал, что тема спектакля сидит в зрительном зале, мы играем для сегодняшнего зрителя, и, естественно, есть, наверное, люди, которые сравнивают, есть люди, которые не помнят, а есть люди, которые даже и не знали, что были такие актеры и что они играли, вот, и поэтому надо быть сегодня здесь, с сегодняшним зрителем, и просто надо быть честным по отношению к профессии, по отношению, это я уже говорю, как бы, про театр, да, и надо, надо просто находить свое, и тогда они будут трястись руки и коленки, вот, и в результате может даже что-то получиться. Ну, тем более как-то странно мне представляется все время жить и работать с оглядкой на кого-то. А скажите, пожалуйста, да, да, что еще происходит в русском театре в Таллине, на что имеет смысл обратить внимание латвийскому зрителю и приехать в гости? Вы знаете, у нас есть интересные постановки, и я думаю, что вот так как эстонский зритель ездит постоянно в Ригу смотреть театр Чехова, у вас замечательный театр, у вас замечательная труба, потрясающие актеры, говорю, потому что это мои партнеры, я их знаю, вот, и всегда с удовольствием приезжаю в Ригу, и это вообще, как бы, такое ощущение, что это мой город, потому что когда-то, давным-давно, я работал в театре Балтийского флота в Лепре, вот, и с того времени я полюбил и Прибалтику, и кофе, вот, и поэтому я часто ездил, и на гастроле мы часто ездили, и у меня был спектакль, который я уже играл в театре, в постановке Козака «Русский смех», был такой легендарный спектакль у нас, тоже мы играли на сцене театра, вот, а то, что у нас происходит, у нас есть спектакли, у нас есть спектакли не то, что не стыдные, а просто очень интересные, более чем замечательные, и просто надо приезжать, надо дружить не театрами, а зрителями, да, и обогащать себя, и наш спектакль «Враг» замечательный, идет долго-долго, идет, при полных залах попасть невозможно, режиссер, который поставил, это актер нашего театра, Артем Гореев, кстати, Артем Гореев тоже из Риги, вот, он там жил, и он учился в ГИТИСе, и потом вместе с женой они, вот, работают теперь у нас в театре, и вот ваш рижанин поставил наш, ваш наш рижанин поставил спектакль «Враг», это пьеса «Косметика врага», которую в свое время поставил «Козак», работал с Райкиным, многие, наверное, знают эту пьесу, у нас совершенно другой спектакль, так вот, за этот спектакль наш актер-режиссер был удостоен премии «Лучший режиссер Эстонии», это было 8 лет назад, вот, или при полных залах, и этот спектакль, конечно, мне кажется, может украсить любую сцену любого престижного театра мира, потому что он очень про настоящий, очень выстраданный спектакль, и люди, которые смотрят этот спектакль, они приходят, несмотря на то, что это психологический триллер, они приходят по многу раз смотреть его, изучать его, и такие отзывы, что люди просто иногда встать с места не могут, потому что ноги немножко их не держат, потому что происходит реальная перезагрузка, потому что говорится о очень важных вещах, а вот тем более в последнее время он очень-очень попадает, попадает в какое-то очень правильное человеческое, знаете, такое состояние, которое заставляет людей чуть-чуть остановиться и задуматься про себя и про то, что вокруг происходит. Вот, ну это один из таких спектаклей, сейчас мы готовим спектакль, который, кстати, опять-таки, ну видите, как все здорово, ваш режиссер Галамазов будет ставить у нас обыкновенное чудо. — А кого вы, волшебника? — Я, да, я волшебник, да, у нас хорошая труппа, и поющая, и танцующая, и в то же время Галамазов, режиссер драматический, он ищет глубину, а не просто, знаете, как бы шоу, и я, и театр, и вообще все, кто знает о готовящейся к остановке, готовятся увидеть и почувствовать что-то очень замечательное. Естественно, что могло бы, фильм-то известный, обыкновенное чудо, и все будут опять сравнивать нас с великими, вот, а мы будем делать по-другому. — Вот, Александр... — Для того, чтобы выделиться, а потому что, опять-таки, на каждом этапе жизни у человека, у режиссера, у актера, ну, свой багаж. И я думаю, что нам есть чем поделиться со зрителем. Конечно, не уйти от всех этих, прошу прощения, хитов музыкальных, которые исполняли и Серебренников, и... Ну, в общем, все песни, которые звучат в этом фильме, они тоже у нас есть. Плюс, конечно, будет что-то новое, что в фильм не вошло, потому что существует мюзикл, написанный Гладковым, и будут новые какие-то интересные партии. Так что, в принципе, это будет интересно. — Любопытно, любопытно. — Да, я нашим слушателям хочу напомнить, что вот Александр Ивашкевич Марку Захарову показывался в свое время, едва не был, ну, вот, практически мог остаться в Ленкоме, но в этот момент так сложились звезды, что он решил выбрать Америку, Бродвей и учиться степу. Но это просто у нас, я смотрю, уже осталась буквально минуточка, я понимаю, что эта тема может быть для творчества, вот, рассказа на творческом вечере, и это будет... — Вот я думаю, что 29-го, да, я с удовольствием, с большой благодарностью отношусь вот к таким возможностям приехать и поговорить, и пообщаться, и показать, и спеть. И 29-го, конечно, в мае я жду и моих друзей, и людей, которые любят театр, и чтобы они пришли к нам, вот, и там мы встретимся, и, конечно, продолжим разговор, и я думаю, это будет интересно. — Спасибо огромное, Александр. — Спасибо, Александр. — Действительно, с нетерпением, и я хочу нашим слушателям еще раз напомнить, что Александр и профессионально танцует степ, и профессионально поет, и еще фотохудожник, и, в общем, лично совершенно удивительная, многогранная, и я предвкушаю вот потрясающий совершенно вечер, который вы проведете в его компании. Спасибо вам большое, всего доброго, хорошего дня, и до встречи в Риге. — Спасибо вам большое. — До свидания. — Всем здоровья, мира, всего доброго. — Радио Болткома.